всем привет привет всем здравствуйте готовлю кушать хочу сделать макароны по-флотски с тушенкой ну что поделать ну не хочет у меня до кен другую еду рожки муху через день вари сама в шоке ну куда деваться куда деваться если хочет значит будет в общем здесь отвариваю я рожки я могла бы сделать все в сковородке обычно я так делала сегодня я захотела рожки отварить отдельно сейчас в сковородочке обжарю лук морковку туда тушенку и потом все это перемешаю ну как обычная классика вот здесь еще мама сегодня пекла блинчики себе и декену со сгущеночкой которая сгущеночка у нас стояла одна баночка они наконец-то ее открыли вкусно им было но маме вернее было декен еще не ел меню вам просто рассказываю что сегодня ела я сегодня ела грубку с пекинской капустой утром у меня вообще постоянно это а все блин ну на завтра я хочу сварить сейчас себе кашу отрубяшу с тыквой сейчас вот сделаю ужин и хочу сварить и убрать в холодильник говорят если ее варишь заранее то она вкуснее сейчас попробуем сварим заодно и вам покажу и сама я первый раз буду варить не варила еще все время ну два раза я варила себе просто овсянку а именно отрубяшу нет на валбересе но я и до этого в супермаркете покупала отрубяши покажу какие и на валбересе получилось сегодня вот такие вот я покупала в супермаркете отруби овсяные источник пищевых волокна 200 грамм здесь тихо смешайся в общем сейчас попробуем сварим завтра утром будем пробовать будем чистить лук будем чистить лук 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 читаю ваши комментарии про очки сейчас так смеялась я знаю девочки что 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 пачки давно существует конечно я это знаю но я не знала цену на них мне оксана наша сказала что они очень дорого стоят 50 60 тысяч и я все не могла никак урвать эту сумму с бюджета но когда вчера мне мой мастер сказала что она купила за 13 тысяч я конечно же сразу решила что я поеду их делать и конечно же я знаю что для этого нужен рецепт у меня уже до этого были очки когда я только начинала работать мастером в тосно я там себе сделала очки но у меня видимо связи с возрастом или может быть то что я и делала там климат другой а сейчас приехала сюда можем те очки мне уже совсем не подходят это раз и уже прошло три года как я приехала это два сейчас у меня очень сильно упало зрение прям очень сильно что я действительно прям мучаюсь если завтра получится по поеду прям завтра если нету ближайшие дни завтра вроде на обещали окно приехать ставить если быстро поставят все нормально будет то возможно завтра ну воскресенье я не знаю там работают они или нет там диагностику делают бесплатно она на говорит час тебя будут проверять это тщательно зрение и потом делают только ну очки и потом оправу выбираешь и все я еще спросила у нее нормально тебе сделать и нормально видишь она говорит да мне прям нравится хорошо вижу вот все я загорелась конечно мне очень я даже читать телефоне вечером комментарии ваши не могу не то что маникюр делать вышивать не могу у меня там приготовленная работа есть я хочу начать вышивать и все жду когда же я эти очки сделаю ну когда и вот спасибо что я вчера сходила что нашла опять себе подсказочку поеду сделаю обязательно обязательно потому что это не жизнь я уже вечером почти все на ощупь уже делаю хотя вот за три года она у меня так упала резко моментально все лучок мой готов включаю сковородку и будем жарить чила сковородку масло наливаем будем жарить сегодня еще был такой комментарий ваши влоги стали скучными я так разозлилась ну что там скучного обычный как всегда то что мы ничего не готовим они стали скучными или что я аж психу решила вам показать как я буду рожки делать что там скучного так такой же обзор товара также съездила в магазин как обычно единственное что животных не показала так сейчас покажу непременно вам у меня серик здесь в гостях дрыхнет у меня василиса на побывке еще кто-то посмотрю кто даже не знаю кто покажу сейчас кто заскучал вот смотрите вот он мой красавчик видите какой здоровый он стал такой ручной он вообще не не хочет уходить из дома я знаете почему ему разрешаю дома спать ведь он стал такой хорошим и серенький то раньше вообще даже взгляда боялся потом понял что ему здесь вреда не причинят и стал доверять нам потому что там же у меня тетлюда код соседка которая взади огорода умерла коджик нам там прибился прижился а два кота будут драться он не кастрированный этот не кастрированный поэтому тот домой же не может зайти поэтому заходит серик не на улице же ему ночевать вот рядом с фунтиком тут лежать себе полеживают моя любимая тушенка уже как готовлю так всегда показываю это камина тушенка белорусская сейчас открою покажу как она внутри и замечательная тушенка прям лучше и не надо мне прямо на очень нравится давненько я с нее не готовила сегодня что-то вспомнила думаю ну чем же мне ему рожки сделать говядина она так долго варится и с ней очень вкусный бульон не и жалко как бы для рожек готовить и вот вспомнила про тушенку так что сейчас открою покажу вам еще такой специалист банки открывать у меня всегда банка идет почему-то волной вот видите что творится так всегда я ее обманула умный в гору не пойдет умный гору обойдет так и я видите какая красавица просто красавица она не фаршем сделана она там сделана мелкими мелкими кусочками очень вкусная рекомендую рекомендую кто еще не пробовал вы представляете у меня газ кончается я даже не знаю дотяну я до завтра или нет уже вечер сейчас не закажешь я уже дней 10 как ну догадываю что он вот-вот кончится ну жалко на запасного баллона нету чтобы держать запасе и уже до последнего прям до талого как говорится жгем ну вот видимо завтра с утра хоть бы сейчас успеть мне приготовить пока горит ну медленно медленно жарить я думаю да что такое что такое поднимаю она еле-еле душа в теле так что хорошо что я придумала такой ужин они они говядину на бульончик говорить ладно сейчас как-нибудь по пассирую потом сюда тушеночку рожки смешаю и вуаля и потом главное чтоб не на кашу хватило газа а разогреть можно и микроволновки все а завтра с утра уже как проснемся так закажем сразу и выкладываем тушеночку всю банку потому что макароны сварила много как говорится гулять-то гулять чего тут экономить чесночка обязательно сейчас добавлю перчика перчик у меня по-моему черный закончился только красный остался сейчас немножко немножко протомлю вот так и буду смешивать прям в кастрюле смешаю вуаля пошла чистить чеснок смотрите какая красота сколько много у меня получилось почти полная кастрюлька ну на завтрашний день наверно точно хватит хотя у нас два раза одно и тоже не едят но хотя бы сегодня ужин завтра может быть обед а на ужин уже там на завтрашний что-то другое все сейчас добавлю чеснок перчик перемешаю и вуаля такой чесночок делаем три зубчика почистила что под души прям пахло чтобы чувствовался чеснок разрезать нет поместится чтобы у меня газа хватило на кашу до переживаю немножко красного перчика да он не сильно острый какой-то так и мешаем 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 кто мешает того бьют куда я делал ложку ложка моя вот в тушенке макароны что-то у меня не очень а теперь я такие я не люблю мне нравится мелкие толстенькие такие когда это что-то не очень такие не твердых сортов они еще как-то купили большую пачку ну вот последняя я уже сварила больше нет больше такие покупать не буду все и салатик им на ужин салатик в прошлом ролике я делала но просто ролики у меня в один день вышли и салат и рожки я готовила в один день салат делала с пекинкой крабовые палочки такой будет ужин все сейчас приступлю к каше теперь приступаем к каше включаем весы убираем тару и мне нужно положить 100 грамм тыквы у меня замороженная тыква так у меня получилось 102 грамма опять ставлю 0 наливаю 150 ну у меня 160 получилось воды ставлю на огонь до полной готовности варю лишь бы газа у меня хватило ставим на огонь варим до полной готовности я сюда скинула щепотку но небольшую соли и две таблетки сахара заменителя хочу сладкую кашу добавляем молоко где-то 60 грамм у меня получилось уже куда-то мои отруби делись только что здесь стояли и добавляем две ложки отрубей такая кашка отрубяшка у меня получится ее делает еще и без тыквы но мне я очень люблю тыкву поэтому захотелось прям с тыквой очень даже сладенькая сейчас немножко немножко поварим и отключим тыква уже готова молоко сейчас закипит и у меня будет завтрак на завтрак готов и завтрак готов и салат на перекус готов завтра утром покажу вам какая у меня получилась кашка я думаю она еще настоится наверное эти отруби разбукнут я так понимаю потому что они же сейчас в гранулах и будет очень вкусно но сейчас так попробовал на вкус сладкая нормальная кашка расскажу как на вкус как на цвет в общем все все утром завтра вам расскажу на сегодня все всем пока пока и до завтра